Альтернативы мы однозначно приобрели, мы не имели права оставить своих братьев на растерзание этим словом, боюсь подобрать нехорошее слово. Мы понимали, что их бы растоптали, показательно растоптали бы. То, что сегодня происходит в том же Донецке и Луганске, если бы не было Донецка и Луганска, я так думаю, что еще более страшные события происходили бы сейчас в Одессе, в Харькове. А то, что есть Донецк и Луганск, они этих в кавычках друзей сдерживают, они вынуждены заигрывать сегодня с русскими, дабы понимать, что иначе они же могут подняться и мало не покажется. У меня жена из Донецкой области, теща, тесть, они сейчас все здесь в России, слава богу, удалось тесть вывезти буквально на последнем поезде из Донецка. И я изнутри эту ситуацию знаю, и я не могу, конечно, в деталях оценивать, кто прав, кто виноват в Донецке и в Луганске, и сегодня там очень сложно понять, что там происходит. Но вот по Крыму вообще никаких сомнений нет. Ну, съездите туда, вот у меня недавно мои друзья там были, они приехали, говорят, во-первых, чудесный край, русский край, и люди там просто счастливы, что мы их не кинули, не бросили, вот в трудную минуту. А что дальше будет? Да все будет нормально, все будет нормально. Нам надо просто жить, развиваться, мы сильная, мощная держава, вот, и в этом мире, к сожалению, уважают только сильных. И здесь мы должны просто спокойно показать свою силу, но такую вот, когда силу, благородную такую силу, да, надо жить, любить, рожать, творить. И, поверьте мне, через год Крым нам уже простили. Все, кто шумел вокруг этого, они просто, им надо еще время, чтобы они сохранили лицо. Вот сложнее с Луганском и с Донецком, там сложнее. Но я так думаю, что Бог поможет и там все уладится. Субтитры создавал DimaTorzok